Насколько безопасны Наринмарские торговые комплексы, сейчас выясняют сотрудники прокуратуры, пожарные и полицейские. Необходимость проверить эти места популярного отдыха горожан возникла в связи с недавней трагедией в Кемерово, где при пожаре в торговом развлекательном комплексе погибли более 60 человек, большинство из которых дети. Первым в списке значился торговый центр на улице Рабочей. Подробнее о том, как проходила проверка, в материале Ольги Руссу. Представители прокуратуры, надзорные службы МЧС по Нянецкому округу в торговом центре по улице Рабочей проверка безопасности. В первую очередь инспектируют торговые объекты, имеющие кинотеатры. В Наринмаре такой торговый центр один. Сигнализация чутко реагирует на дым, но зрители на дневном сеансе покидать кресло не спешат. Говорят, никаких предупреждений не слышали. А никто не слышал, что сигнализация пожарной работает? Нет. Маленький кинозал рассчитан всего на 50 посадочных мест. Сеансы идут здесь с самого утра и до позднего вечера. Одни из наиболее частых посетителей, конечно, дети. Шестиклассник Гриша Захаров честно признается, когда заходит в зал, думает о том, будет ли интересным фильм. На плечи взрослых падает обязанность вывести всех детей. Они обязаны нас вывести, как бы это меры безопасности. Непосредственно из самого зала выход один. Сразу под ним пожарные и центральные двери. По мнению администратора кинотеатра Алины Лемешко, она работает здесь с самого открытия, зал более чем безопасен. Он, во-первых, маленький. Пожарный выход у нас близко. То есть, в принципе, он безопасен. Везде расположены огнетушители. То есть, в случае пожара, пожарная кнопка. В случае чрезвычайной ситуации выводить из здания посетители должны сотрудники центра. Каждый из них проходит специальный инструктаж. И в каждом торговом павильоне обязательно присутствует огнетушитель. Я проводила среди продавцов инструктаж. То есть, они все информированы, через какие выходы нужно выходить, где они находятся и что в случае пожара делать. За время нашего пребывания в этом торговом центре сигнализация срабатывала трижды. И никто, ни продавцы, ни покупатели не покинул помещение. Возможно, кого-то из них сбивают с толку присутствие съемочной группы и инспекторов. Другие, в силу ряда причин, не слышат настойчивых напоминаний сигнализации. Третьи уверены, успеют закончить свои дела и выйти на улицу. Надеюсь, что безопасен. Сколько, не знаю. Ну вот, по пожарной безопасности имею в виду. Ну вот, вижу огнетушители. Не знаю, рабочие ли нет. Сигнализация, надеюсь, работает. Ну, вижу, что на видеонаблюдение установлено. Ну, не очень удобен. Ну, во-первых, выход основной один здесь. Запасной, как я понимаю, там закрыт. Там тоже, по-моему, какой-то торговый стеллажист стоит. Ну, не буду говорить, не смотрел. То есть, вы считаете, что будет сложно в случае чрезвычайной ситуации покинуть его? Ну, наверное. Управляющая торговым центром Людмила Рочева удивлена. На днях в здании проводилась учебная тревога. И тогда всего один человек экстренно покинул центр. Все остальные так и продолжали делать покупки. Возможно, считают, что выйти отсюда достаточно легко. Это совершенно легко. Во-первых, помещение достаточно удобное для того, чтобы его покинуть. Оно все прямое. Плюс эвакуационные выходы на каждом этапе есть. Не этапе, а как сказать, да. В каждой зоне есть. То есть, найти их совершенно просто. Вот. Они все обозначены. Эвакуационные планы тоже все висят в доступных местах на уровне глаз. И все же, последнее слово за тем, в безопасности посетителя торгового центра по улице рабочий или нет, за надзорными органами. Сотрудники пожарной инспекции тщательно проверяют наличие первичных средств пожаротушения, состояние пожарных кранов, внутреннего водопровода, инвентарь на щитах. А пожарная сигнализация должна не только срабатывать, но и регулярно проходить технический осмотр и ремонт. И не только в этом торговом центре. Одно из главных требований о соблюдении по обеспечению, по исправному состоянию пожарной сигнализации, как правило, стараются поддерживать. То есть, замечание к данной норме пожарной безопасности возникает не очень часто. Но, тем не менее, оно имеет место быть. Также, чаще всего возникают вопросы по как раз состоянию эвакуационных путей и выходов. Часто они бывают заблокированы, либо завалены какой-либо дополнительной пожарной нагрузкой, что, конечно же, является нарушением. Проверяющие обращают внимание на каждую мелочь. Ведь даже незначительное попустительство может стоить кому-то жизни и здоровья. В этом деле ничего нельзя упускать из вида. У нас проводилась подобная проверка в 2015 году. Нарушения были выявлены, но выявленные нарушения были устранены, в принципе, установлены в законном сроке. Кроме того, инспекторы проверяют учреждения культуры и спорта Ненецкого округа, медицинские учреждения. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».